Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать книгу Совершенный Код Стива МакКоннелла. И сегодня продолжим главу 20 качества ПО. Ну как всегда надо загрузиться. Загрузиться, вспомнить что я и где делал. И, 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 продолжить. Так, что я сюда приперся? Наверное, чтобы здесь полазить и повыполнять всякие квесты. Да, сейчас я подойду к этому штриху. А, чё, чё, он, наверное, не с 8 утра работает, а, может быть, с 12? О, да. Так, и чё у него есть? Патрончиков нету, есть батарейки. Так, сколько вот этот кулак стоит у него? А батарейки? 1200, ну вот так вот. 2500. Так, сколько тогда? 45 ещё надо. Есть. Так, ладно, продолжим. И, и продолжаем. Так, что у нас вот? Ага, вот. В прошлый раз закончили на стоимости нахождения дефектов. Ну и идём дальше. По книге. И так. И так, стоимость исправления дефектов. Стоимость нахождения дефектов только одна часть уравнения. Другой частью является стоимость их исправления. На первый взгляд, методика обнаружения дефектов не играет роли. Стоимость их исправления всегда будет одинаковой. Это неверно, потому что чем дольше дефект остаётся в системе, тем больше средств придётся потратить на его устранение. Следовательно, методика, способствующая раннему обнаружению ошибок, снижает стоимость их исправления. Ещё важнее то, что одни методики, такие как инспекции, позволяют определить и симптомы, и причины дефектов за один этап. Другие, например, тестирование, указывают на симптомы дефектов, но требует выполнения дополнительной работы для диагностики и устранения его причины. В итоге, одноэтапные методики оказываются гораздо более дешёвыми, чем двухэтапными. В одном из подразделений Microsoft обнаружили, что при использовании инспекции кода одноэтапной методики на нахождение и исправление дефекта уходит 3 часа. Тогда как при использовании тестирования двухэтапной методики на это требуется 12 часов. Коллофелло и Вудфилд сообщили, что при разработке программы из 700 тысяч строк, над которой работало более 400 программистов, обзоры кода имели гораздо более высокую экономическую эффективность, чем тестирование. прибыль на инвестированный капитал была равной 1,38 и 0,17 соответственно. Суть сказанного в том, что эффективная программа контроля качества должна включать комбинацию методик, применяемых на всех стадиях разработки. Для достижения высокого качества программного обеспечения можно использовать следующую комбинацию. 1. Формальная инспекция всех требований, всех аспектов архитектуры и всех проектов критических частей системы. 2. Моделирование или прототипирование. 3. Чтение или инспекции кода. 4. Тестирование выполнения программы. 4. Чтение или инспекции кода. Я тут выполнил один квест. И... Этот должен был дать мне пса. А, во. А... Пса, да? Вон мне пса какого-то. Какого-то робота, я так понимаю. С некоторыми, короче, надо говорить. У меня получается говорить только тогда, когда у меня интеллект высокий. То есть тут оказалось... Короче, я не со всеми могу нормально поговорить и нормально взять квесты. Потому что маленький интеллект. Поэтому приходится иногда закидываться вот этими ментантами. А чтобы знать, что у кого-то есть квест, но как бы постоянно ходить с закинутым не вариант. Поэтому я лезу в Википедию фоллауга и смотрю иногда, что и какие квесты есть. Так. Наверное, с этим стариком тоже надо поговорить тогда, когда будет... Интеллект, наверное, повыше. Так, а ему надо какой-то... Какого-то алкоголя. Ладно. Ладно. Сейчас мы еще к этому забежим. Я к нему уже был. Вроде бы все. Так, ладно. Идем дальше. Когда выполнять контроль качества программного обеспечения? Как было отмечено ранее, чем раньше ошибка внедряется в приложение, тем сильнее она переплетается с другими частями приложения. И тем больше средств приходится потратить на ее устранение. Дефект в требованиях может вылиться в один или несколько дефектов в проекте, которые могут привести к появлению множества дефектов в коде. Ошибка в требованиях может привести к разработке дополнительных компонентов архитектуры и или подтолкнуть к неудачным архитектурным решениям. Дополнительные архитектурные компоненты требуют написания дополнительного кода, С другой стороны, ошибка в требованиях может привести к выбрасыванию частей архитектуры, кода и тестов. Если идея устранения ошибок из чертежей дома перед заливкой фундамента бетоном кажется вам разумной, то вы согласитесь и с тем, что дефекты требований и архитектуры также следует устранять до того, как они повлияют на более поздние этапы разработки. Кроме того, ошибки в тестировании или архитектуре обычно имеют более широкие следствия, чем ошибки конструирования. Одна ошибка в архитектуре может затронуть несколько классов и десятки методов, тогда как одна ошибка конструирования скорее всего повлияет только на один метод или класс. Это еще одно убедительное обоснование как можно более раннего нахождения ошибок. Дефекты проникают в программное обеспечение на всех стадиях разработки, поэтому контролю качества следует уделять должное внимание на всех этапах проекта, начиная с самых ранних. Контроль качества нужно ввести в планы, внести в планы в начале работы над программой. Его следует выполнять по мере прогресса и наконец он должен подчеркивать удачное завершение над проектом. Так, и начинается следующая подглава, главный закон контроля качества программного обеспечения. Ну а я сейчас закинусь ментантами, повышу себе интеллект и попробую еще раз поговорить. Так, что-то он, наверное у него все. А если еще раз закинуть? О, зависимости нету, нормальная. Не, ни в какую он уже не идет. А, ни в какую, ни на какие уже разговоры не идет, значит квестов у него уже нету. Так, ладно, тогда пойдем сейчас бегаем, пока интеллект высокий. В мастерскую. Так, главный закон контроля качества ПО. Ни в одном ресторане посетители не кормят бесплатно. И даже если бы кормили, никто не смог бы поручиться за качество блюда. Однако, разработка ПО, программного обеспечения, совсем не кулинарное искусство. И качество программного обеспечения имеет одну важную необычную особенность. Главный закон контроля качества программного обеспечения заключается в том, что повышение качества системы снижает расходы на ее разработку. А в основе этого закона лежит одно важное наблюдение. Лучшим способом повышения производительности труда программистов и качества программного обеспечения является минимизация времени, затрачиваемого на исправление кода, чем бы оно ни объяснялось. Чем бы оно ни объяснялось. Изменениями требований, изменениями проекта или отладкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я. Средняя для отрасли производительность труда программистов эквивалентна примерно 10-50 строкам кода на одного человека в день, с учетом всех затрат, не связанных с кодированием. Написание 10-50 строк кода требует нескольких минут, на что же уходит все остальное время. Такая, казалось бы, низкая производительность труда частично объясняется тем, что в подобных средних показателях учитывают время, не связанное непосредственно с программированием. Время тестировщиков, руководителей, секретарей, все эти факторы включены в данный показатель. Определение требований, разработка архитектуры и другие действия, не относящиеся к кодированию, также отражены в строках кода в день. Однако, основные временные затраты объясняются не этим. Самый длительный этап в большинстве проектов, это отладка и исправление неправильного кода. При традиционном цикле... Блин, собака стала. А ну, Бобик, давай-давай дальше и уходи. И ты тут тоже стала. День на улице, работать надо. Она тут ходит. Так, при традиционном... Так, самый длительный этап, как я уже сказал, в большинстве проектов, это отладка и исправление неправильного кода. При традиционном цикле разработки программного обеспечения, эти действия занимают около 50% времени. Сокращение потребности в отладке, достигаемое благодаря предотвращению ошибок, повышает производительность труда. Следовательно, наиболее очевидный метод сокращения графика разработки, это повышение качества программного обеспечения и снижение объема времени, уходящего на его отладку и исправление. Этот анализ подтверждается реальными данными. В обзоре 50 проектов, потребовавших более 400 человек и включивших почти 3 миллиона строк кода, проведенного в лаборатории проектирования программного обеспечения НАСА, было обнаружено, что повышение внимания к контролю качества позволяло снизить уровень ошибок, но не повышало общие расходы на разработку. Так, где-то я прочитал, что у этого товарища можно что-то украсть. Что это? Пропуск. О! Я украл пропуск, и по идее я могу сейчас пройти еще в одну локацию. По идее. Ну да, с этим пропуском никто не стреляет. Так. Так, так, так. Как это не имею права? У меня вон есть пропуск. Вот. Вот. Так бы и сразу. Так, а двери тут закрыты, да? Угу. Кто внутри? Кто-то внутри. Вот этот, наверное. Слабого мужчину. Ладно, давайте поговорим с этими. Мистер Мерк не любит, да? Когда его беспокоят. Сейчас полюбит. Слушайте. А что такое? Интеллекта вроде 7. Не понял. Блин, опять собака стала. А, не, двери закрылись. Не доставай меня. А что же они все такие? Вице-президент Карлсон. А как, когда с ним говорить можно? Наверное, не сейчас. А если переночевать? Да, 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 до полуночи. Вот так вот. Так, в исследовании, проведенном в IBM, были получены аналогичные результаты. Нет у него времени. Программным проектом с наименьшими уровнями дефектов. Так, сейчас еще раз попробую ментантами закинуться. И еще раз попробую поговорить. Так, программным проектом с наименьшими уровнями дефектов соответствовали самые короткие графики разработки. И максимальные показатели производительности труда. Устранение дефектов, на самом деле, самый дорогой и длительный этап разработки программного обеспечения. Это верно и для противоположного края шкалы. В одном исследовании в 1985 году ученые попросили 166 профессиональных программистов написать программы по одной и той же спецификации. Итоговые программы содержали в среднем 220 строк кода. А на их написание ушло в среднем чуть меньше 5 часов. Результаты оказались поистине удивительными. Программисты, работавшие над своими программами, средний объем времени, допустили наибольшее число ошибок. Программисты, которым потребовалось больше или меньше времени, допустили значительно меньше ошибок. Так, ну и здесь такой график. И время написания программных продуктов. Тут такая шкала 100, 200, 300, 400, 500 и более 500 минут. И средний уровень дефектов. Итак, 100 минут. При 100 минутах средний уровень дефектов чуть меньше 0,6. О, блин, что никто не хочет говорить. Так, дальше. Ну, это от 100 до 200 минут. 200-300 минут. Средний уровень дефектов почти 1,0. Дальше. 300-400 минут. Средний уровень дефектов почти 1,4. Дальше. 400-500 минут. Средний уровень дефектов почти 0,4. И больше 500 минут. Тут чуть меньше 0,4. В сравнении с самой быстрой группой, двум самым медленным группам понадобилось примерно в 5 раз больше времени для достижения результата с примерно тем же уровнем дефектов. Таким образом, на создание программного обеспечения без дефектов не всегда уходит больше времени, чем на написание программного обеспечения с дефектами. Вероятно, в некоторых случаях контроль качества требует значительных затрат. Если вы пишете приложение управления космическим кораблем или медицинской системой жизнеобеспечения, высокие требования к надежности программного обеспечения делают проект более дорогим. В сравнении с традиционным циклом кодирования, тестирования, отладка, улучшенная программа контроля качества ПО оказывается более экономичной. Она перенаправляет ресурсы от отладки и рефакторинга к предварительным этапам контроля качества. Предварительные этапы влияют на качество системы больше, чем последующие. Поэтому время, потраченное на предварительных этапах, позволяет сэкономить больше времени потом. Результатом является снижение уровня дефектов, сокращение сроков разработки и снижение затрат. Ну и в трех следующих главах мы познакомимся еще с несколькими примерами, иллюстрирующих главный закон качества программного обеспечения. И на этом вот эта подглава заканчивается, точнее глава заканчивается, 20-я, и контрольный список вопросов, как всегда. Итак, контрольный список, план контроля качества. Идентифицировали ли вы специфические характеристики качества, имеющие особую важность в вашем проекте? Сообщили ли вы другим программистам целевые характеристики качества? Провели ли вы различия между внешними и внутренними характеристиками качества? Обдумали ли вы, как некоторые характеристики могут усиливать или ослаблять другие? Призывает ли ваш проект к использованию нескольких методик обнаружения ошибок, ориентированных на поиск разных видов ошибок? Составили ли вы план контроля качества, охватывающий все этапы разработки программного обеспечения? Оцениваете ли вы качество системы каким-нибудь образом, чтобы можно было определить, повышается оно или понижается? Понимают ли руководители, что контроль качества требует дополнительных расходов в начале проекта, но зато позволяет добиться общей экономии времени? Так, сейчас вот так вот. Сколько тут надо убрать? Это сколько? 16 получается. Так, и ключевые моменты. Высокого качества можно достичь без дополнительных затрат, но для этого вы должны перераспределить ресурсы и предотвращать дефекты вместо того, чтобы их исправлять. Стремление к одним характеристикам качества препятствует достижению других. Четко определите цели, имеющие для вас первостепенную важность, и сообщите об этом всем членам группы. Никакая методика обнаружения дефектов не является достаточно эффективной. Тестирование само по себе не лучший способ устранения ошибок. Составляя программу контроля качества, предусмотрите применение нескольких методик, позволяющих обнаружить разные виды ошибок. Существуют многие эффективные методики контроля качества, применяемые как во время конструирования, так и до его начала. Чем раньше вы обнаружите дефект, тем слабее он переплетется с остальным кодом, и тем меньше вреда он успеет принести. В мире программирования контроль качества ориентирован на процесс. В отличие от промышленного производства, разработка ПО не включает повторяющегося этапа, влияющего на конечный продукт. Поэтому качество результата определяется процессом, используемым для разработки программного обеспечения. Так, и на этом эта глава закончилась. Так, сейчас я ему тут попродаю это все, вот это все, вот это все. Сколько тут? Две, давайте так вот, две двести сначала. 540 и 56, да, 56. И что я сейчас хочу сделать? Следующую главу обязательно начнем, то есть это глава 21, и называется она совместное конструирование. Но для начала я хотел бы посмотреть, ну, дело в том, что здесь много всяких квестовых типа предметов или еще что-нибудь. Я сейчас залезу в Вики и посмотрю что-нибудь, какой-нибудь квест. Ну и пойду выполню его что ли. Вот, чтобы было интереснее. Так, гранатами я не пользуюсь. Что мне еще продать? А, вот эту одну штучку можно продать. Так, потому что там две тысячи денег осталось. Надо, надо бы их забрать. До следующего уровня еще, ого-го-го, сколько? 16 тысяч. Так, и теперь я хочу забрать все свое бабло обратно. Для этого продам ненужные мне вещи. 1600, 1900, 2250. Ну, 22 крышки. Ставим ему на чай. Итого у меня уже, блин, блин, уже 40 с половиной тысяч. Это немало. Это, по-моему, можно любой предмет, наверное, купить. Я тут видел всякие стоимости по 18-20 тысяч всякие пушки. Так, ладно. Полезу-ка я в Вики и посмотрю какие-то квесты. Сейчас, 5 сек. Так, тут какой-то вот есть, 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 есть квест. Можно взять вот здесь, в церкви. Просветленная. Я с ней что-то особо не говорил. Не нравятся мне эти фанатики. Наркоманы. Так, интеллект у меня 7 пока. И тут есть церковушка. И там просветленная. Сейчас надо внимательно... Так, а где она? Тут... Не, не там, блин, а где же она была? Я же ее видел. Или тут? О, да, тут просветленная, да. Так. Что делает ваша церковь? И как это работает? Просто пройти... Так, надеюсь, я с баблом останусь. И... А квесты? Что за бред? Не, нафиг. Не получилось. Сейчас вторая попытка. Ладно, пока я делаю вторую попытку. Начнем новую главу. Совместное конструирование. Так. Итак, вероятно, вам знакома одна довольно распространенная ситуация. Вы подходите к столу другого программиста и говорите, не мог бы ли ты взглянуть на этот код? Он не работает. Вы начинаете объяснять. Причиной не может быть вот это, потому что я сделал то-то и то-то. Причиной также не может быть это, потому что я сделал вот это. Кроме того, причиной не может быть. Тынь-тынь-тынь, подожди. Это может быть причиной. Спасибо. Вы решили проблему, хотя ваш помощник не произнес ни слова. Так или иначе, все методики совместного конструирования направлены на формализацию процесса, проверки вашей работы другими программистами. с целью устранения ошибок. Если вы уже читали об инспекциях и парном программировании, вы найдете в этой главе мало нового. Но если не читали, то тогда будем читать. Итак, подглава. Обзор методик совместной разработки программного обеспечения. Так, просветленные неродины, подавленное состояние. Ну уж нет. Что-то, что-то не дает никакого квеста. Конец. Какая-то ерунда. Так, ладно, 5 сек. Сейчас еще вики взгляну по-быстрому. Так, ладно, времени тратить не буду. Лучше я сбегаю еще в Ньюрино. Может быть, там та семейка. Я думаю, вы помните, которая меня атаковала. Может, она уже отдумалась и не будет атаковать. А пока я туда буду добираться, пока там туда-сюда. продолжим. Обзор методик совместной разработки ПО. Совместным конструированием можно назвать парное программирование, формальные инспекции, неформальные технические обзоры, чтение документации, а также другие методики, подразумевающие разделение ответственности за те или иные результаты работы между несколькими программистами. В компании Стива МакКоннелла термин совместное конструирование ввел в обиход Matt Pellocuin где-то в 2000 году. Так. По-видимому, примерно, по-видимому, тогда же, независимо от их, этот термин стали использовать и в других компаниях. Все методики совместного конструирования основаны на идее, что разработчики плохо находят определенные дефекты в своей работе и что каждый человек имеет свои недостатки. Поэтому качество работы повысится, если ее кто-то проверит другой. исследования проведенные в институте разработки программного обеспечения показали, что разработчики допускают в среднем от 1 до 3 дефектов в час при проектировании от 5 до до 8 дефектов в час при кодировании. Ясно, что устранение этих дефектов обязательное условие эффективного конструирования. обеспечения блин, все равно они стреляют. Почему? Че они злые такие? Главной целью совместного конструирования является повышение качества программного обеспечения. Как уже отмечалось, само по себе тестирование программного обеспечения имеет довольно невысокую эффективность. Средний уровень определения дефектов равен примерно 30% при блочном тестировании, 35% при интеграционном тестировании и 35% при ограниченном бета-тестировании. В то же время средняя эффективность инспекции проектов и кода равна соответственно 55 и 60%. Дополнительное преимущество совместного конструирования состоит в том, что оно сокращает время разработки, что в свою очередь снижает расходы. Предварительные отчеты о результатах парного программирования говорят о том, что оно позволяет достигнуть примерно такого же качества кода, что и формальной инспекции. Затраты на разработку при применении только парного программирования оказываются примерно на 10-25% выше, чем при программировании в одиночку. но зато сокращение сроков разработки составляет около 45%, что может оказаться решающим преимуществом над разработкой в одиночку, хотя не над инспекциями, которые приводят к похожим результатам. технические обзоры изучаются гораздо дольше, чем парное программирование и результаты проведенных исследований впечатляют. Ну что ж, буду я их убивать, короче, выбора нет. Ну, 10 единиц кармана, а что я могу сделать? Они сами сами атакуют. Так, итак, походу дальше результаты. В IBM обнаружили, что каждый час инспекции предотвращал около 100 часов аналогичной работы. принятие инициативы основанной на инспекциях позволило компании Райзеон какой-то снизить объем затрат на исправление дефектов с 40% общей стоимости проектов примерно до 20%. Специалисты Hivlet Packet сообщили, что благодаря программе инспекции они добились экономии примерно 21 миллиона долларов в год. Так, в компании Imperial Chemical Industries обнаружили, что затраты на сопровождение пакета состоящего примерно из 400 программ составляли лишь около 10% затрат на сопровождение аналогичного пакета программ, которые не были подвергнуты инспекции. исследования крупных программ показало, что каждый час инспекции предотвращал в среднем 33 часа сопровождения программы и что инспекции иногда были аж в 20 раз эффективнее тестирования. Блин, я ребенка убил? Получается, я убийца детей еще? Так, ладно, в организации, занимающейся сопровождением программного обеспечения до введения обзоров кода изменения одной строки оказывались ошибочными в 55% случаях. После введения обзоров этот показатель снизился до 2%. В целом, после введения обзоров программисты стали правильно выполнять с первого раза 95% изменений. До введения обзоров с первого раза правильно выполнялись меньше 25% изменений. И что я тут получил где-то убийцу? Убийца детей болеет. Ладно, давайте я потом их поубиваю детей этих. Сейчас просто свалим отсюда и все. Так, 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 просто уходим. Так, одна группа программистов разработала 11 программ. Первые 5, разработанные без выполнения обзоров, содержали в среднем 4,5 ошибки на 100 строчек кода. Другие 6 программ, подвергавшиеся инспекциям, содержали в среднем 0,82 ошибки на 100 строчек кода. Иначе говоря, проведение обзоров снижало уровень ошибок больше, чем на 80%. Кейперс Джонс сообщает, что во всех изученных им программных проектах с 99% или более высоким уровнем устранения дефектов использовались формальные инспекции. С другой стороны, ни в одном проекте с 70% или более низкой эффективностью устранения дефектов формальные инспекции не проводились. Многие из этих исследований подтверждают главный закон контроля качества программного обеспечения, согласно которому уменьшение числа дефектов в программе приводит к сокращению времени ее разработки. Самые ранние исследования показали, что методики совместной разработки не только обеспечивают более высокую эффективность нахождения ошибок чем тестирование, но и позволяют находить типы ошибок, на которые тестирование указать не может. Как сказал Карл Виггерс, человек выполняющий обзор может обратить внимание на неясные сообщения об ошибках, неадекватные комментарии, жестко закодированные значения переменных и повторяющиеся фрагменты кода, которые следует объединить. При тестировании все это невозможно. Кроме того, программисты, знающие, что их работа будет подвергнута обзору, выполняют ее более добросовестно. Таким образом, даже при высокой эффективности тестирования в программу контроля качества следует включить обзоры или другие методики совместного или другие методики совместной разработки. Так, вот это я нарвался. стандарты программирования можно выразить на бумаге и распространить среди сотрудников, но если их не обсуждать и не поощрять их применение, никто не будет их соблюдать. Обзоры важный механизм предоставления программистам обратной связи, касающиеся их кода. код стандарты и причины стандартизации кода это все темы достойны обсуждения во время обзоров. Программисты должны получать информацию не только о том, насколько хорошо они следуют стандартам, но и о более субъективных аспектах программирования, таких как форматирование, использование комментариев, имен переменных, локальных и глобальных переменных, методик проектирования и так далее и тому подобное. Начинающие программисты нуждаются в советах более опытных коллег, а более опытные и, как правило, более занятые в мотивации, которая подтолкнула бы их к передаче опыта. обзоры это тот механизм так, группа смерти да, это тот механизм, который создает начинающим и опытным программистам все условия для обсуждения технических вопросов. Таким образом, обзоры способствуют повышению качества не только текущего кода, но и будущих программ. В одной группе было обнаружено, что использование формальных инспекций быстро повысило компетентность всех разработчиков до уровня самых лучших. Собака нормально кусает, я смотрю. Да, стимуляторов много, но с такими встречами с другой стороны такие встречи дают немало опыта. Вот, перед этим 4000 получил. ой-ой-ой, вот это меня погрызли. Я даже упал. Короче, надо лечиться. Надо лечиться, надо перезаряжаться и надо как-то отбегать вот так вот. Блин, плохо собака там стала. Я сейчас буду стрелять и могу ее зацепить. Нормалек. Так, все формы совместного конструирования предполагают совместное владение результатом работы. При совместном владении весь код принадлежит группе, а не отдельным программистам. Поэтому изучать и изменять его могут разные члены группы. это обеспечивает несколько важных преимуществ. Увеличение первое преимущество увеличение числа программистов работающих и анализирующих конкретный код. Способствует повышению его качества. Второе преимущество уход одного из участников проекта не приводит к серьезным последствиям. Потому что каждый фрагмент кода известен нескольким программистам. Третье преимущество возможность получить исправление ошибок любому из нескольких программистов позволяет ускорить исправление дефектов. В некоторых методологиях таких как экстремальное программирование рекомендуется формально объединять программистов пары и чередовать задания назначенные конкретным парам. В компании Стива МакКонова обнаружили что и без формальной организации пар программисты могут по ходу дела хорошо знакомиться с кодом своих коллег. Для этого они комбинируют формальные и неформальные технические обзоры используют и используют в случае надобности парное программирование. и поручают исправление дефектов поочередно разным программистам. Сотрудничество возможно не только во время конструирования, но и до и после него. Эта книга посвящена конструированию, поэтому основное внимание в этой главе уделяется сотрудничеству при детальном проектировании и кодировании. Однако большинство принципов совместного конструирования описываемых в этой главе можно использовать и на ранних этапах оценки, планирования, определения требований разработки, архитектуры, тестирования и сопровождения программ. изучив ресурсы указанные в конце этой главы вы можете применять методики совместной разработки на большинстве этапов создания ПО. Но эти ресурсы я потом в конце озвучу. Ну, наверное, на сегодня все. А у меня опять вода упала. Так, все, поэтому хотите досматривайте, а хотите нет. Все, кто не хочет досматривать, тогда всем спасибо за внимание. Всем, короче, пока. Блин, что они тут? Они тут хотят... Ого! Что это они делают? Да, уже без разницы. Помер я. Так, ну, я там вроде сохранился. Это хорошо. Надо все-таки новые локации исследовать. Их тут не так много осталось. Блин, когти смерти классная штука. Надо пошариться, может, их еще встречу. Смотрите, я, блин, нормально уровни взял. За сколько? 7000 только взял уровни. Ну, опыта точнее. Поэтому, как бы, наверное, надо побегать, побегать. Это кто? это банда головорезов брата Мортона. Я когда-то этого брата убил. Я думаю, вы помните, да? Иногда я их встречаю. Иногда я их встречаю, но они такие жесткие, что я не всегда выживаю. Вот, падла, собаку не трош. Драпай, драпай, тащи. Блин, мудила. Ну, вот так вот, да, вот так вот бывает. То есть, они каждый по выстрелу сделал, и все. И, и, я ничего не могу сделать. Надо броней нормально просто разжиться. И тогда, я думаю, будет получше. А чтобы разжиться нормальной броней, надо, наверное, сразу идти вот сюда, в Сан-Франциско. Возможно, здесь где-то есть магазинчик. Денег мне хватает, в багажнике много еще, ну, как много, хватает, в принципе, того, что можно продать. Так, до утра. Во! И что у нас тут ринг какой-то, мне надо магазин. Это на магазин не похоже, о, это какой-то доктор. Так, кто вы? А вы знакомы с Дуган? да, он живет в Брокен Хиллз. Думаю, да. Длинную. Так, купить лекарства. Что у него есть? Вот это, вот это, вот это классная штука, я понял, у него есть хорошее лекарство, а мне нужен какой-нибудь магазин. Так, это какие-то, какие-то, где-то должна быть вывеска, типа, магазин. О, еще эти чуваки из Братства. чё-то вывесок я не вижу, это чё у нас? China Town. Где-то походу должен быть какой-то бизнес-центр, наверное. Ну, давайте, сбегаю я сюда. Хотя, броню крутую, это убрать со стали, а как к ним подкатить, даже не знаю. Так, это чё, это пирс? О, точно. Док. Док, а тут есть магазинчики или нету? Ага, вот. Вот, давай, давай, иди, где ты? А как туда залезть? Сюда можно залезть, нет? Да, можно. так, док, о, во, рынок есть, нормально. маркет, так, мне нужна информация, да, ладно. о, большой набор отмычек, я думаю, пригодится. Чё тут ещё? О, учебник первой помощи, а если все куплю, 2000, да ладно, деньги есть, а потом, в принципе, наберу хлама, и приду, приду, все выкуплю, сбагрю хлам, поэтому, сейчас, надо затариться, самое главное, чтобы она не спустила все мое, бублишко. Так, да ёк, я промазал, блин, а, всё нормально. Так, где-то ж ещё даже, о, ганс, оружие, блин, а что за тормоза, лагает так. Так, оружие, да, давай. Противояд, ух ты, противоядет винта, берём, берём, это по-любому надо, в любом случае, потому что винт даёт там, ну, характеристики повышает, это очень круто. Это я тоже возьму. Так, 43.16, блин, сейчас я бабу ложку ещё, 43.16. Чё-то скудненько, скудненький ассортимент. Так, может тут ещё кто-то, чем-то торгует. это всё. Блин, печально, печально. Ёлки-палки. Как так? Ну ладно, это я, если будет время, в фоновом режиме, тут побегаю и попродаю всё. Эй, ладно, я хочу помочь. с торговцем. Лао-Чао, это кто у нас? Это Дженна, Кэл, какой-то торговец Лао-Чао есть. Бродяга, это кто? Он громко ргает, чё тебе надо, я тоже рыгнул. Он ещё рыгнул громче. Такое. Так, ладно. Марка, кто вы? Хорошо, короче, 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 вот это может быть этот торговец. Не, вряд ли это. Чё тут закрыто? Нет, открыто. Вот, не, это бармен, походу. Ладно, короче, давайте на сегодня всё, боится, я тут сейчас буду бегать, тупить, всё такое. Всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, ставим лайки. Всем пока.